всем привет друзья вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия ну что я могу сказать конечно да осенние заботы хлопоты они присутствуют но у нас же таких до людей которые заболели реализации рассады заболели вегетативными растениями которые еще нужно сохранить зимой у нас конечно покоя нет и помимо того что мне сейчас нужно вот доделайте убрать теплицу до вчера мы с вами убрали урожай вот убрать все растительные остатки в общем делов вот столько заниматься заготовками мне же нужно еще получается теперь черенковать укоренять и рассаживать господи боже ты мой вот не было печали просто уходило лето ну или это действительно уходит и пока вроде бы сухо я опять вышла во двор с утра пораньше ну чтобы продолжить свои дела я вчера когда лежала и думала что мне сегодня какой план составить но мы продолжить убирать теплицу или вот эту теплицу убирать и в общем-то много чего нужно сделать я еще раз повторюсь тут теперь получается каждый день можно чем-то заниматься но в первую очередь я для себя решила что сначала с утра мне нужно рассадить калибраху да я вам показывала и колеусы и помию потому что ну корешки слишком большие и они потом когда вот они перерастают я заметила то есть пересиживают они в стаканчике с водой или там в стаканчиках они хуже переносят пересадку то есть вот очень много было тоже у меня потерь вот именно что я слишком долго оттягивала вот это рассаживание кажется ай да ай да корни ну растут и растут а на самом деле нет и даже некоторые культуры вот как бы кто-то хорошо справляется с этой же даже самый казалось бы легкой до пересадкой а кто-то нет так что пойдемте все-таки займемся рассаживанием растений по стаканчиком ну и конечно же вся дружная семейка тоже вместе со мной моська кстати у нас вообще красавица ловит птиц и ест прошлый раз даже принесла домой представляете забегает с птицей в зубах рычит малька за ней тонка за ней я еле ее из дома высвободила ой вообще не могу красавица так вот он мой фронт работы вынесла я все черенки и я все-таки решила что все вот эти три контейнера с рассаженными черенками я поставлю в теплицу пока вроде бы температура позволяет я посмотрела ночная температура в теплице хорошая вот все-таки возьму там сделал какую-то ширмочку клеенку все подумаю придумаю и в общем вот это вот сейчас пойдет в теплицу и сегодня я хочу кровь из носу привести в порядок именно вот эту теплицу потому что все-таки здесь я сейчас буду ну до ближайших таких крепчайших морозов хранить вегетативные цветочки так что вот эти все стеллажи я приберу ну и низ я тоже уберу потому что там у меня и кабачки сидят и перцы еще есть и наверняка там вредители в общем надо это все убрать и вытащить выдернуть и привести в порядок так что вот это вот у меня сегодняшний фронт работы запомните как это было да маля ты будешь мне помогать конечно же малюшка будет мне помогать и мусенька тоже со мной в теплице до мусенька тоже помогает мне и в тепличке старается вся бандочка со мною и морально и физически поддерживают сейчас она там наверное будет что-нибудь копать наверное там хочет в туалет сходить до тепло сухо свежий тут песочек нетронутый нет мусенька или да ах ты травки мои хорошие хочешь покушать ну давай покушай покушай моя девочка покушай ну что вы готовы к промежуточному результату в общем вот эту грядочку я убрала целая тачка мусора я решила не оставлять здесь растительные остатки потому что как мне кажется что она либо на кабачке либо на тыкве я уже не знаю паутинный клещ и так как у меня здесь будут растений это конечно нежелательный гость поэтому вот я по максимуму убрала все растительные остатки сашулька сейчас придет со школы я ее пошлю в магазин чтобы она мне купила горчицы и я посею сидираты здесь в общем я так поставила такую вот у меня по обеим сторонам расставила здесь свои пилар кошечки там у меня дверь сломана теперь я буду заходить с этого входа не как обычно с того поэтому вот будет меня встречать здесь такая аллея из цветочков но сейчас нужно в общем снять перцы и еще тот угол прибрать и уже тогда заняться рассаживанием череночков продолжаем дальше погода кстати я хочу сказать что вообще теплая дождичка нет и я я даже вспотела между прочим сняла сняла между прочим жилетку даже но что мои дорогие я готова показать результат вам нравится да я согласна мне самой нравится вот это теперь мой рабочий кабинет на ближайшие ну я думаю наверное месяц так получается но все-таки если будет позволять погода то я сюда буду приходить систематически периодически в общем как я сказала я здесь еще засею сидера ты дождусь сошел сашу люса школы сюда я занесла пилар кошки ну и цветочки которые у меня здесь были ну а здесь стол я сдвинула по максимуму туда к этой поломанной двери и здесь я это будет мое рабочее место вот так что мне теперь так все нравится здесь прям вот знаете вот эти парочку денечков они меня просто восстановили то есть вот свете последних событий было не очень хорошее настроение а вот как мои руки сейчас данный момент но вчера я побыла в теплице с растениями я сегодня побыла в теплице с моими цветочками в общем то такое замечательное теперь у меня настроение это вот ну просто действительно это любовь как можно вот это не любить как можно это оставлять бросать выкидывать у меня просто сердце разрывается от этих мыслей и я и гоню вообще просто прочь сейчас пойду домой попью чайку ну и все-таки приступлю как я и планировала надо расчеренковать и высадить на постоянное место моей череночки вот у меня даже урожайчик собрала немножко перчиков два кабачка и вот такие две декоративных тыковки ну если учесть что я вообще здесь не ухаживала то я считаю это даже и неплохо посмотрите даже тумбелина у меня набирает цвет я ее сюда занесла в теплицу не стала выдергивать полила так что думаю здесь она в тепле он так тут даже откуда-то взялся львиный зев а это он у меня наверное здесь из тарелочки нет это он у меня здесь откуда-то взялся я даже что ты как-то и не понимаю здесь сидела одна тумбелина у меня посмотрим на термометр вот на данный момент 17 градусов и 70 процентов влажности отличная влажность сходила я попила чайку не захотела обедать потому что с утра плотно позавтракала есть еще не хочется попила чайку с овсяным печеницем и пока пила чай зашла на канал посмотреть что у меня там как с комментариями и в общем успела прочитать такой комментарий в общем девушка написала какая-то сегодня хорошенькая спасибо огромное конечно же очень приятно получать всегда такие комментарии не морщи лоб было написано дальше ну что я поделаю если он у меня живой у меня там ничего нигде не наколото все свое родное я вообще как бы если честно сказать против этого всего и пусть у меня будут морщины и мимика у меня всегда такая вот как бы вот я ну во первых я щурюсь из-за своего глаза больного вот постоянно приходится мне щуриться из-за этого может быть наверное где-то как-то и лоб тоже приходится поморщить так что в общем то как бы как бы вот так вот морщу лоб что поделать куда деваться еще пока вот готовлю стаканчики накладываю торф хотела поднять такую тему по поводу вот дозировки препаратов то есть сейчас вот я опять свой опрыскиватель сделала баковую смесь оказывается в этот раз спасибо огромное мне написали комментарий я кстати впервые это слышу что hb101 называется правильно nv101 то есть там даже расшифровку указали вставлю сейчас напишу и ну я честно говоря я не знала и вот такое вот тоже бывает что актара актора тайдалы тайдалы кто как называет и действительно пока вот правильно не услышишь не укажут не подскажут ну вот кто как и говорит так вот я к тому что добавила чисто цвет по инструкции от болезней hnv101 несколько капель тоже по инструкции несколько капель как уже обычно на литр воды и актару актару в общем без разницы господи развела и вот я специально посмотрела что на упаковке там написано 8 грамм на 10 литров воды то есть на 1 литр 0 8 грамма я так понимаю да можно препарата добавлять почему все время спрашивается поднимается вопрос сколько нужно добавлять и действительно почему вот спрашивается да потому что все добавляют по-разному я этот раз вообще где-то слышала что 4 грамма всю упаковку добавляют на литр воды но это вообще то есть она и так то эта упаковочка да ну вот это вот натуральная сиджента сиджента вот это актара на не не дешево стоит и так вот на один раз ее использовать то есть как то мне кажется это не целесообразно и не рационально да как говорится то есть я всегда смотрю на инструкцию везде в эпине в цирконе везде есть дозировка для тех или других культур то есть у нас сейчас есть шприцы шприцы да правильно говорится господи вот действительно есть инсулиновые шприцы которые там вообще можно ну подобрать дозировку что прям вот 001 отмерить грамма то есть сейчас же действительно если даже вы профессиональный препарат купили то можно в интернете набрать инструкцию и выскочит да там окей google нам в помощь то есть тут мне кажется не стоит волноваться и переживать это ну как что вы прям вот неправильно сделаете дозировку читайте инструкцию и действуйте согласно инструкции и я еще в этот раз добавила сан майт препарат у меня профессиональный почему потому что вот паутиного плеща клеща профилактика так как я повторюсь мне кажется что здесь все равно у меня был паутинный клещ может быть здесь что-то еще и осталось и здесь вот на этих да расти цветочках может быть быть как бы остаточные эти явления поэтому для профилактики я добавила еще стан майт препарат то есть у меня вот получился чистоцвет nv 101 сан майт и актора и еще плюс добавила липосам тоже стоит у меня упаковка не пользую мне его присылали тогда на обзор в общем теперь еще и при прилипатель но мне кажется тоже жидкое мыло то же самое как раньше мы добавляли жидкое мыло теперь вот этот добавляют липосам но там уж слишком там все так красиво написано расхваленный он поэтому в общем все теперь его пользуют так что друзья мои не стоит зацикливаться читаем инструкцию и делаем дозировку согласно инструкции не на кого-то ориентируясь не у кого-то что-то там слушая да кто что как мне кажется нужно делать все согласно инструкции вот и все да да ну что ну что ну что ну что я готова себя поздравить наконец-то я закончила я честно говоря уже замерзла потому что на улице и дождь был переменная облачность она сейчас и есть пасмурность но дождь то идет то не идет то идет и не идет и когда сидишь просто-напросто конечно же холодно и я уже у меня и руки замерзли в общем я думаю господи бегом бы доделать юра приходил звал кушать но я сидела стойко думаю нет я сегодня доделаю и все уже потому что других дел ну действительно не в проворот в общем я закончила 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 я все пикировку свою распикировала все укорененные на данный момент череночки ну хочу сказать что еще я вот увидела говорила вам до вчера или когда уж не помню что немезия у меня там наросла так что вот я еще хочу ее все-таки укоренить я довольно как укоренилась вегетативная калибраха вообще отлично корешочки такие все то есть выпадал меня по моему вот у меня один только стаканчик у меня как-то там это только парочку росточков стаканчики а третий был нормально у меня по два по три стаканчика было каждого вида так что все девять сортов которые я оставляла все у меня калибрашки есть ну колиусы мои красивые красавцы все рассадила следующий раз я сделаю обзор на сорта вот как только они тут у меня приукоренятся так я сразу же сделаю вам обзор на сорта потому что очень многие у меня порастили чтобы я рассказала поподробнее и в общем то ну что у меня имеется на данный момент очень конечно же жду с нетерпением я посылочку с неукорененной питуней вегетативной там у меня под каким-то видео посоветовали что еще заказать на осень в агровиоле или как-то питунью так вот я вам хочу сказать что все виды каких у меня нет новинки и по отзывам и по советам вот я заказала неукорененные есть группа через контакт там вот попробовала вроде смотрю что проверенная такая группа в общем-то ну рискнула посмотрю ну потому что в принципе нет не так дорого неукорененный черенок выходит чем укорененный поэтому я рискну решила что попробую вот что еще хотела сказать что вот сан виталия до солнышко вот это яркая которая вам показывала очень 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 долго укореняется то есть из стаканчика у меня много там было у меня в стаканчике черенков вот у меня 4 вроде бы с маленькими маленькими корешками я конечно рада что хоть что-то есть на данный момент но вот сделаю для себя вывод что как-то по весне надо ее намного раньше пытаться черенковать если ее предлагать на продажу ну и как я говорила что сейчас я все обильно смачиваю и оставляю сюда я принесла обогреватель который дует воздухом теплым у него есть такой терморегулятор я установлю температуру примерно 18-20 градусов и все вот так вот я сегодня на ночь оставлю эти мои росточки ну и завтра мы с вами посмотрим проверим как они себя будут чувствовать придем завтра есть делаем с вами ревизию ну вот я думаю что достаточно я смочила все обильно промочила пахнет сразу же чисто цветом он такой вонький вонький вот такая у меня здесь баковая смесь в общем все 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 обильно я смачиваю и ура 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 все наконец-то 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 я разделалась вот это моя вегетативная семья я так довольна я так рада я так вообще счастлива что все потихоньку полегоньку получается и думаю что если будет хорошее настроение то и также дальше будет все продолжаться да точно ну какова красота какова красота какие еще малышки 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 но скоро эти малышки пойдут в рост запомните их такими будем ждать наблюдать надеяться и верить ну что ж друзья мои я буду заканчивать это видео кстати хотела вам сказать что я еще успела немножко по прибирать кашпо я вам говорила что колиус у меня там подмерз и сделала немножко перестановку на полках и думаю я в конце как все сделаю пройдусь по двору и вам покажу но сейчас идет дождь так что покажу вам это в следующем видео может быть это будет завтра может быть послезавтра не будем загадывать но а я благодарна вам за то что вы посмотрели это видео и если она вам понравилось не забудьте пожалуйста поставить мне пальчик вверх всем желаю отличного настроения крепкого здоровья всего вам доброго до новых встреч и до новых видео пока пока